Героям и дать гарантию, что он возвратится домой. Каждый человек, который выходит из дома, он целует свою Мизузу. Хашем, разные дороги в Нью-Йорке, разные шоферы в Нью-Йорке, разные люди в Нью-Йорке. Каждый человек, пожалуйста, возврати меня обратно домой и целует свою Мизузу. Сегодня неделя, как весь Нью-Йорк, понять не может, что грамотный человек хотел пройти улицу и должен был вернуть свою душу Всевышнему. Если момент приходит, нет героев. Самый мудрый человек, который скончался в возрасте 52 года, Шламу Амелех, вышел себе во двор и увидел Ангела Смерти. Мы не можем сегодня видеть Ангела Смерти, но он мог видеть. И он мог не только видеть, но и мог с ним говорить. И он говорит, Малах, что ты без настроения? Ангел говорит, ты знаешь, у тебя здесь два красивых, умных, порядочных командиров есть в твоей армии. Сегодня мне сказали, чтобы я их душу взял. И мне больно, что они оба братья. Шламу Амелех это услышал? Он заказал специальную карету, чтобы немедленно отправили их в город Муз. В городе Муз никто не обманывал. За то, что там обмана не было, Ангел Смерти не мог туда зайти. Люди, когда находили возраст очень старый, 105-120, 125 лет, они просили своих внуков вынесите меня за вороты этого города, чтобы там я скончался. И так люди просили выходить за ворота, и там они скончались. Шламу Амелех, зная силу этого города, посылает этих двух командиров туда. И прямо перед воротами они оба скончались. Дошел, слух до Шламу Амелеха. Кто сказал Шламу Амелеху? Следующее утро, когда он посмотрел во двор, и он видел, ангел Смерти танцует. Он говорит, что ты танцуешь? Он говорит, ты знаешь, Шламу, ты хотел их спасти, но ты не знаешь, как ты мне помог. Я тебе помог как? Ты знаешь, мне Всевышний сказал, чтобы я душу этих двух командиров взял возле ворот этого города. Но я не знал, как их туда донести, и ты мне в этом помог. Тогда Шламу Амелех поднял руки и сказал, я Шламу, самый мудрый человек на свете. Я не мог вычислить, как открыть этот узел, который в руках у ангела Смерти. Твой Рабин, Раба Моши Волкин, если он слышит, что кто-то скончался, ему всегда становится больно, не смотря на возраст. Первый наш вопрос, когда мы кто-то слышим, что скончался, сколько ему было лет? Раба Волкин один раз мне сказал, что кто-то скончался 15 лет назад. После этого у меня больше такой вопрос к нему нету. Я говорю, Рабай, сколько этому человеку лету лет? What's the difference? Какая masters?